Привет! Трехминутные шортс запущены, алгоритм ютуб трясет, многие ютуберы лишились просмотров. Эта проблема началась еще 13 октября. Что будет дальше и как новый формат повлияет на ранжирование видеороликов в целом на платформе? Дискорд заблокировали, что за этим последует? Ютуб похоже что-то задумал, чему они опять готовятся? Давайте разбираться в этих и других главных новостях для каждого видеоблогера. Поехали! И начнем мы с новостей Роскомнадзора. РКН теперь сможет блокировать любые онлайн ресурсы без решения суда. Для этого ему потребуется внесудебное решение Генеральной прокуратуры. И можно не обязательно блокировать ресурс, можно его замедлять по уже отработанной технологии. Делается это при помощи устройств ТСПУ, системы предотвращения угроз, которые установлены у всех магистральных провайдеров. При этом как бы сайт не в реестре заблокированных ресурсов, но пользоваться им невозможно. Мы это видим даже на примере Ютуба. Теперь невероятные полномочия доступны Роскомнадзору в отношении любого ресурса. Поговорим немножко о блокировке Дискорд в России. Он заблокирован за нарушение требований российского законодательства. Так, Хинштейн сообщил, что для снятия блокировки мессенджер должен удалить весь противоправный контент и обеспечить авторизацию пользователей. Авторизацию, то есть возможность идентифицировать личности и, видимо, передать данные. Сейчас Дискорд представляет собой так называемое анонимное сообщество, создающее возможности для преступной деятельности и несущие угрозы для детей и подростков, заявил Хинштейн. Зампредседателя Госдумы Владислав Даванков готовит обращение в Роскомнадзор с просьбой пересмотреть блокировку Дискорд. Сервис полезен для студентов, преподавателей, репетиторов. И я не уверен, что это обращение возымеет хоть какой-то эффект. Отдельные СМИ, кстати, сообщали, что блокировка Дискорд повлияла и на военных, поскольку, предположительно, он используется для соответствующих целей. Ну и сам Дискорд заявил, что со своей стороны предпринимают меры, ищут пути решения сложившейся ситуации для того, чтобы вернуться и разблокироваться. Также Роскомнадзор заблокировал сайт 7TV из-за смайликов. И, казалось бы, при чем тут какой-то сайт со смайликами? Дело в том, что это смайлик-провайдер для Ютуба и Твича. То есть этот сайт предоставляет смайлики для нашей любимой платформы в том числе. Ограничение наложено, как вы думаете, из-за чего? Из-за смайлика, который нарушает закон о пропаганде нетрадиционных ценностей. Ну, какой он, догадаетесь, показывать мы его здесь, конечно же, не будем. Позже появилась информация, что администрация данного сайта заблокировала этот смайлик. Работа сервиса восстановлена, а традиционные ценности надежно защищены. Друзья, напоминаю, что мы помогаем ютуберам выводить деньги, которые зависли на российских аккаунтах AdSense. А также помогаем вам вернуть монетизацию, подключив ее через проверенных и надежных партнеров, оформляющих аккаунты Google AdSense в странах ближнего и дальнего зарубежья на свои действительные документы. В том числе есть услуга открытия аккаунта AdSense индивидуально под вас. В этом случае на таком AdSense не будет никаких сторонних каналов. Переходите в Telegram-бот по ссылочке в описании, скидывайте всю необходимую информацию о вашем канале и получайте предложение по сотрудничеству. Ютуб ограничивает перенос контента на другие сервисы. Речь идет про импортозамещающие платформы, такие как ВКонтакте, Яндекс.Дзен, Рутюб, но и там платформы поменьше. Соответственно проблема возникает с тем, что уже через 12 часов с момента запуска переноса данных начинаются блокировки по IP-адресам. Ну и перенос в общем-то встает. Эта мера не направлена исключительно против импортозамещающих видеохостингов. Это осознанная защита платформы YouTube от злоупотребления. Потому что аналогичными методами пользуются площадки, которые, например, обучают свои нейросети на контенте, размещенном на YouTube. И в условиях использования YouTube четко прописано, что такое поведение запрещено. И это также борьба с автоматизированными системами парсинга и сбора информации с разными целями. Естественно YouTube будет этому противостоять. А подключиться по IP и переносить культурно, ну не знаю, видимо что-то мешает. Тут уже не будем уточнять. Аудитория YouTube сократилась на 5 миллионов зрителей. Известия сообщают, что по данным Mediascope, аудитория YouTube упала на 5 миллионов до 47 миллионов ежедневных пользователей. Ну и соответственно примерно до 90 миллионов ежемесячных пользователей. Это вероятно связано с замедлением сервиса. Действительно по инструменту компании Google, который показывает, насколько падает активность пользователей и трафик в различных продуктах и сервисах. На YouTube мы видим падение и замедление, похожее на те цифры, которые нам здесь сообщают. Повлияло ли это глобально на наши просмотры и в принципе позиции видеороликов? Зависит от ниши. В некоторых нишах падение очень выраженное, оно даже превышает 30%. Но при правильном подходе и в условиях все-таки снижающейся конкуренции среди блогеров, некоторые авторы каналов остались в выигрыше и даже смогли нарастить трафик на своих проектах. Я рассказывал об этом ранее, почему 10% ютуберов увеличили трафик, в то время как у 90% либо падение, либо все топчется на одном месте. YouTube обновляет шаблоны для создания шортс, но про шортс давайте поговорим немножко с другой позиции. Запущены трехминутные шортс. С 15-го числа, с 15-го октября теперь вертикальные ролики или ролики с соотношением до 1 к 1, соотношение сторон, будут восприниматься алгоритмами как длинные шортс, если длина не превышает 3 минуты соответственно. Старые ролики останутся в старых форматах, все, что было загружено до 15-го числа. Это требует существенной перестройки в работе алгоритмов YouTube. Мы заметили изменения, чаще падение трафика, которое стартовало 12-го, 13-го октября. Естественно, это связано с тем, что алгоритмы YouTube готовят к новому типу контента, по сути. Мы предполагаем, что в ближайшие недели будет существенная волатильность трафика, особенно относительно коротких видеороликов, либо каналов, на которых есть или были оба формата контента. То есть короткие и длинные видеоролики. Внедрение длинных шортс, с одной стороны, усилит конкуренцию с горизонтальными роликами, с другой стороны, разбавит короткие шортс. И потребуется некая третья версия алгоритмов ранжирования, которая будет отличаться от шортовых алгоритмов и будет немножко похожа на алгоритм, ранжирующий длинные видеоролики. Я напомню, что до сих пор полной интеграции этих алгоритмов нет. Если вы перенаправляете трафик с шортс на горизонтальные длинные видеоролики, вы неизбежно сталкиваетесь с тем, что наблюдается существенное падение удержания аудитории, которое может повредить продвижению длинных видеороликов. Сами можете посмотреть, когда вы ставите отсылку видео по теме из шорта в горизонтальный ролик, и спустя некоторое время смотрите на статистику удержания в горизонтальном ролике по источникам трафика. Вы видите, что трафик, который пришел из шортс, имеет наименьшее удержание по сравнению с другими источниками трафика. То есть эта проблема до сих пор не решена, и она фундаментальная, потому что за ней стоит разная модель потребления контента. Одни зрители листают ленту шортс и смотрят ролики, другие же выполняют более осознанный инициативный поиск или переходы к контенту с главной страницы и в похожих рекомендованных видео. То есть реально разный подход к тому, чтобы посмотреть разные типы контента. Длинные шортсы должны занять некую промежуточную ступеньку, то есть по-прежнему ключевой источник это будет лента шортс, но при этом контента можно уместить больше. Посмотрим, к чему это приведет. Пока что далеко идущие выводы не делаем, но доходность таких шортс будет на уровне обычных. То есть YouTube будет сам по себе иметь больше профита, а создатели контента не будут иметь дополнительный профит. Кроме того, если в таких длинных шортс у вас используется какой-то музыкальный трек, ваш ролик могут заблокировать системой Content ID. Запомните, не рекомендуется в длинных шортс использовать музыкальный трек в продолжительности более 60 секунд, ну фрагмент этого трека, потому что это может привести к появлению заявки Content ID и блокировке вашего ролика дополнительно. Поэтому внимательно следите за правилами в отношении музыкальных дорожек, звуковых дорожек для длинных шортс. Теперь что касается шаблонов для создания шортс. Ранее можно было делать ремиксы, используя только, например, музыку, часть видео или эффекты. Теперь же можно будет воссоздать или повторно задействовать больше элементов шортс для своих новых видео, включая уникальные сегменты аудио или же тексты. Пользователи смогут уменьшить количество рекомендуемых шортс. Я напомню, что еще в мае месяце в Техасе было закрытое мероприятие, которое проводил YouTube для медиа-сетей, сертифицированных партнеров и так далее. Я был на этом мероприятии. В нашем закрытом чате я постил информацию о том, какие новшества ждут нас на YouTube. Многое уже сейчас реализовано, некоторые вещи еще нет. Так вот, в числе прочего, нам предлагали принципиально новый, иной дизайн главной страницы мобильного приложения YouTube, где будут элементы разных типов на одном экране. И шорты, и горизонтальные ролики, и каналы, и плейлисты, записи сообщества. И разметка станет плиточной гридной. То есть можно будет видеть элементы разной ширины, разной площади в кадре, и все они будут умещаться в один экран. YouTube идет дальше, и теперь он позволит изменять соотношение этих элементов в кадре. В частности, если вы не любите шорты, например, не смотрите их, то теперь можно будет временно уменьшить количество рекомендуемых шорты. Достаточно будет нажать на соответствующую кнопочку «Показывать меньше шорты». Аналитика шорты, кстати, стала доступна в горизонтальном формате, но это чисто дизайнерское изменение, которое позволяет более удобно просматривать статистику. Шорты будут рассылать дополнительные уведомления авторам. Не зрителям, внимание, ребята, не зрителям, авторам. В какой ситуации это будет происходить? Музыканты могут публиковать в формате шорты превью своих треков. Эти треки будут использоваться другими авторами для создания шортов. И теперь, когда музыкант выпустит полную версию своего трека, те авторы, которые использовали превью для шортов, получат оповещение, уведомление о появлении и выходе полной версии трека. То есть это больше такая фанатская история. Также YouTube меняет дизайн плеера шортов. Вот это изменение довольно важное. Я вангую, что в шортах станет меньше дизлайков, и соотношение лайки-дизлайки изменится в сторону лайков. Почему? Потому что теперь вместо кнопки «Дизлайк» или «Не нравится» появится кнопка «Сохранить». Это упростит пользователям формирование плейлиста для последующего просмотра шортов. То есть теперь пользователи не только листают ленту и просматривают контент, но они могут в один клик сохранить шорт для последующего просмотра. Клиповость выходит на новый уровень. Итак, шортов — это максимально клиповый формат, минимально задействующий какие-то когнитивные функции, когда ты плывешь по течению рекомендации алгоритма. Теперь ты можешь еще и отложить. Не будем скабрезные шутки. Ну, короче, отложить контент на просмотр позже. Так вот, чтобы поставить «Не нравится» теперь, нужно будет заходить в дополнительное меню за тремя точками и там уже выбирать соответствующую опцию «Поставить дизлайк». Разумеется, люди с клиповым мышлением, без принципиальной позиции в отношении конкретного контента, не полезут. А многие даже и не будут знать, где теперь эти самые кнопки дизлайка. Поэтому их количество сократится. А вы как к этому относитесь? Напишите в комментариях. YouTube скрывает обратный отчет пропуска рекламы. Пользователи заметили, что кнопка «Пропустить» скрыта темным прямоугольником, ее нельзя использовать. Сам же YouTube заявляет, что не пытается спрятать от пользователей кнопку пропуска рекламы. Она просто появляется на экране через 5 секунд после начала воспроизведения рекламы. Это сделано с целью, цитата, «сокращения числа элементов в рекламном проигрывателе, чтобы пользователи могли глубже взаимодействовать с рекламой благодаря более чистому восприятию. Когда у тебя нет выбора, твое восприятие наиболее чисто». Такая позиция YouTube в данной ситуации. iShowSpeed попытался побить рекорд по количеству сальто назад на стриме. Ну, мало кому интересно, история просто довольно кринжовая. Мировой рекорд составляет 1008 сальто назад за сутки. Стример подготовил комнату и начал кидать сальтухи. Он сделал 660 повторений. Он нанял массажиста, который разминал его. Он даже успел поспать в это время. Но потом он заявил, что у него отнимаются ноги и не стал он продолжать. Челлендж он пообещал повторить. Слабо. То ли дело Давидыча, у него-то ноги не отнимались. Так что iShowSpeed есть еще куда расти. И у кого учиться. Vilsacom провел обзор MacBook Pro на M4, который еще не анонсировали. Как так произошло? Сам Валентин заявил, что ему подбросили этот ноутбук. СМИ делают несколько предположений, как гаджет до анонса попал к Валентину. Давайте просто расскажу о наиболее популярных. Компания сама отдала экземпляр, поскольку хочет торговать в России. Команда блогера или лично он получил девайс на заводе? Несколько десятков моделей были украдены по дороге в США с производства. И обозреваемый девайс был как раз американской версии. Может быть оттуда он каким-то образом попал к Валентину. Это такие три конспирологические теории. Но в любом случае это хайп, трафик и, в общем-то, довольно интересный случай, который редко встретишь. На Ютуб упало число просмотров игровых стримов на 27%. По данным StreamsCharts, в третьем квартале 2024 года, число просмотров игровых стримов и связанного с игровой индустрией контента на Ютуб рухнуло на 27%. Речь идет не о российском сегменте, а в принципе глобальном. Как вы думаете, с чем связана такая тенденция? Теперь постоянная рубрика баги на Ютуб. Пользователи массово жалуются на некорректное отображение мини-плеера. Он уходит вниз, если вы присмотритесь, и прячется за интерфейсом нижней панели кнопочек. Это очень странный баг. Пользователи не могут изменить или обновить баннер своего канала. Ошибка при загрузке, повторите позже. А также пользователь смотрел видеоролик дольше, чем составляет хронометраж ролика. При этом он не смотрел на пониженной скорости и он не зацикливал в просмотр. Просто, видимо, сбились цифры отображения. Теперь популярные темы ниши, что сейчас снимать, чтобы смотрели. В вашей конкретной тематике топовые рекомендации вам даст обновленный сервис ViceWatcher. Ссылочка в описании, новый нейронный движок, лучший подбор каналов конкурентов и более точная аналитика. Все в комплекте. Присоединяйтесь, пользуйтесь. А вот некоторые рекомендации по тем нишам, которые показались интересными. Пиковый уровень популярности набирает рыболовный тренд. Щука. Авторы показывают процесс рыбной ловли, методы, лайфхаки, рекомендации и рецепты по приготовлению. Тренд популярен преимущественно в Восточной Европе. Ну и на русском языке ролики заходят отлично. Запомните прием, который всегда работает в рыболовной нише. Использование гиперболизации и ярких эпитетов. Осенний жор щуки. Щука так и прет. Вытаскиваю лапоть за лаптем и так далее. Это воспринимается как надо. Следующий тренд. Сезонный зимний тренд. Связан с DIY и модой. Шапки Бинни. Авторы демонстрируют, как можно самостоятельно связать или внести изменения в такую шапку. В том числе шапки с кошачьими ушами и другие вариации. Здесь больше популярность на английском языке. Ну и не только. И третий тренд. Сезонный. Лисички. В рамках этого тренда демонстрируется процесс сбора грибов, приготовления, лайфхаки, интересные рецепты. И садово-огородные каналы, в том числе дачные каналы, тоже на этом фоне чувствуют себя прекрасно. Что ж, это все новости на сегодня. В пятницу не пропустите супер полезный ролик, который поможет вам вернуть монетизацию.